Добрый день дорогие друзья, с вами снова компания Крухмонтаж и я ведущий Мороз Алексей. Смотрите, мы на очередной серии, заключительной, монтаж гибкой плитки и утепление, ремонт кровли. В предыдущих сериях я вам рассказывал, вскрывал крышу, показывал, какие неровные стропила, как мы выравнивали по шнурке, каким образом. Следующая серия была посвящена именно слоям утепления, очередности, какие мембраны, какой утеплитель, какой плотности мы используем. И то, что в серии, в другой было посвящено, как монтируется сама плитка, в нашем случае КТПАУ. То есть я рассказывал, каким образом подкладочный ковер, комплектующий, яндововый, вентилируемый конек. В этой серии хочу вам отчитаться и показать, потому что в наших видах работ, по договору, еще нужна была подшивка, монтаж водостолков, подшивка, значит, лиственницы с весом кровли. Вот вы видите лиственницу, крашеную. И вот в этом участке специально я залез на кровлю, вам показать качество наших работ. Но, в принципе, здесь простой участок, здесь подводка к стене, она прямая, здесь не так уж и сложно. Да, и вот сделана ступенька. Вот видите, ступенька для чего? Чтобы прямой дождь, все-таки металлическая планка немножко отбрасывал в водичку от дерева, ну, в сторону. И поэтому еще делали мы ступеньку по правилам. Но здесь на самом деле получился объемный, массивный, значит, свес кровли. Почему? Потому что закладывали мы туда утепление 25, плюс выравнивали стропила, это приходилось добавлять 3-4 сантиметра. И не было контрбруса, контрбруска, контрабрешетки. Добавили еще 5 сантиметров. Вот еще хочу обратить ваше внимание устройство продыха. Вот как мы на этом карнизе, видите, с алюминиевой планки. Это, в принципе, мы использовали, то есть наступил момент принять какое-то решение, чтобы это было и красиво, и в тональность, в белый цвет. Мы избрали алюминиевую планку перфорированную. Она используется, как правило, подшивают не кровлю, а санузлы и так далее. Но мы ее здесь согнули и использовали таким образом. В принципе, насекомые, птицы сюда не попадают. Снизу это смотрится аккуратно, не каким-то темной полосой, непонятной и так далее. То есть имеет вид. Значит, обратите внимание, как подшито все элементы, которые подходят к срубу. Аккуратность исполнения вагонки, узлов сопряжения, также вот в той стороне. И в этой серии мы закругляем наши работы. В принципе, здесь остались последние штрихи. И будем передавать заказчику все наши виды работ. То есть еще входило помимо кровли, мы должны оккультурить низ, подшить, сделать это опрятно. И вот уже законченный вид кровли. Сейчас еще снизу, в принципе, попробуем сделать вам крупный план. Пойдемте вниз. И вот, дорогие друзья, я внизу. И примерно на этой точке мы в самой первой серии два месяца назад стояли. Я вам показывал там недостатки этого дома, мы только приступали к своим работам. И сейчас дам немножко крупный план, Василий, покажи. Вот, в принципе, более-менее точка, потому что вокруг деревья заснять дом не получается со всех сторон. Вот подшить, новая кровля, вентилируемые коньки. В нашу работу входили монтаж водостоков, подшивка, подшивка лиственницы прокрашенной. Значит, устройство продыха в вентиляции крыши, утепление пирога, выравнивание крыши. Очень большая, глобальная, серьезная работа. Переделка кровли. И среди всего этого дом деревянный, с элементами отделки, надо было никак не замочить. То есть надо было работать аккуратно, с оглядкой на погоду. И укрывать укрытым материалом постоянно вскрытые участки. Да, внутренние работы там велись, поэтому нельзя было закапать. И вот, друзья, презентую вам законченную работу и нашу последнюю серию кровмонтаж «Гибкая черепица». Еще будет отзыв наших любезных заказчиков, которые согласились. Ну, просто высказать свое мнение о нашей работе. Смотрите в следующей серии. До новых встреч. До свидания. С вами был Кровмонтаж. Оператор Василий. Оператор Василий. Меня зовут Мороз Алексей. До встречи. Продолжение следует...